Сегодняшняя лекция, это такая последняя лекция в цикле, собственно, теории моделей. Дальше у нас будет теория определимости, которая непосредственно промыкает к теории моделей. Потом мы посмотрим на всю ситуацию немножко сверху. Такая будет завершающая лекция, включающая проблему основания математики, как аксиматической теории и теоремы Гёделя. Потом мы займемся теорией алгоритмов и исчислений. Ну вот, сегодня мы начнем с напоминания о том, что такое полная теория. Первое. Вспомним некоторые теории, важные для нас. Это теория плотного порядка, без наибольшего и наименьшего элемента. Ну и другая наша теория, это теория дискретного порядка. Первое, это попытка описать рациональные числа с помощью какой-то системы аксим. И второе, это попытка описать натуральные числа с помощью системы аксиом. Ну и по существу лекция будет посвящена тому, чтобы понять, в какой степени эти попытки удачны. То есть, можем ли мы действительно объяснить, что такое рациональные числа, просто выписывая какие-то их свойства. И то же самое про натуральные числа. С рациональными числами мы разберемся относительно быстро. На самом деле, мы в основном это уже обсуждали на лекции. А натуральные числа, оказывается, ситуация более тонкая, интересная, в некотором смысле красивая. Там появляется представление о нестандартных натуральных числах, каких-то бесконечно больших, но похожих на обычные натуральные числа. И вот на этом будет построено доказательство с выяснением тех вопросов, о которых я только что сказал. А доказательства все довольно простые будут, как и вообще все, что у нас происходит. Но технические детали лучше посмотреть в конспекте. То есть, когда вы начнете разбираться, я рекомендую тот стиль, который мне бы хотелось видеть в нашем курсе. То есть, рассматривать всякое очередное утверждение, как, в общем-то, посильная для вас задача, если вы следите за курсом. Если, тем не менее, решить ее не удается, то вы можете попытаться прочитать указание, подсказку. И понять, ага, вот как можно действовать. Если подсказки будет недостаточно, то вы можете читать решение, которое есть обычное, так сказать, учебниковое доказательство. Ну, может быть, чуть меньше формул я стараюсь использовать, а больше обходиться с держательными пояснениями. Но к этому моменту вы уже будете понимать, в чем трудность, в чем проблема. Вы не просто читаете доказательство чужое и не понимаете, зачем автор там все это делает. А потом, наконец, концы с концами сходятся и что-то выясняется. А вы сразу будете понимать, что у вас самих не получается, и будете уже беседовать с автором в диалоге, как понимающий человек. Напомню про полные теории. Какая-то у нас есть фиксированная сигнатура. Ну, основой этой сигнатуры в данном лекции будет всегда отношение порядка, ну, к которому вообще время от времени обращаемся, к простейшему, но нетривиальному, на самом деле, вполне отношению, в частности, на числовых множествах. Но иногда сигнатуру будем что-то добавлять, про это, скажем, отдельно. Значит, если сигнатура уже фиксирована, и в данном случае она может быть любой, то у нас есть понятие, что формула Фи следует из структуры гамма. Немножко отклонюсь в сторону и скажу, что понятие следования, конечно, может быть связано с какой-то системой доказательств. И эта система доказательств может стать в формальном выводе. Ну, и в математической логике существенная часть всегда была именно рассмотрение таких формальных выводов. Немножко со всем этим позанимаемся, хотя, вот я повторю, теория доказательств – важнейшая часть математической логики. Но в данном случае говорится не о том, что мы какую-то формулу выводим по некоторым правилам из некоторых аксиом. А говорится другое, что во всякой модели теории гамма будет истина Фи. То есть здесь мы занимаемся тем, что называется семантика. Не правилами вывода, а именно рассмотрением истинности. Если произошло, что все формулы из гамма у нас истинны, то и Фи тоже оказывается истинной. Тогда мы говорим о следовании. Ну, и напоминаю, что здесь речь идет о замкнутых формулах, то есть высказываниях, формулах без свободных переменной. Теория гамма называется полной, если для всякой замкнутой формулы, не буду повторять, хотя сейчас я повторюсь, что сигнатура фиксирована, или сама формула, или ее отрицание следует из гамма. Такая прекрасная ситуация. Нам удалось придумать такую систему формул, что такую систему высказываний, теорию, из которой вытекает или Фи, или не Фи. Желательно, такая вполне желанная ситуация, когда выясняется, что истина. Ну, вот пример полной теории очевидный. Возьмем то, что называется теорией данной структуры. Возьмем одну структуру данной сигнатуры, и возьмем все высказания, которые в ней истины. Почему это будет полной теорией? Ну, по довольно очевидной причине. Возьмем любое высказывание. Значит, если оно истинно в этой структуре, значит, оно уже принадлежит теории. Все. Ну, а если оно ложно, то его отрицание истина, и значит, принадлежит теории. Все, полнота получена. Такой совершенно очевидный пример, но, конечно, очень важный. Ну, следующий вопрос почти столь же элементарный. Почему любую выполнимую теорию можно расширить до полной? То есть, можно чего-то добавить, и она станет полной. Ну, да, да, совершенно верно. Возьмем ту структуру, на которой выполняет вся теория, и возьмем теорию этой структуры. Это история с этим самым соответствием Галуа, которое у нас было в прошлый раз. Берем теорию, там может быть что-то очень мало, но хотя бы она выполнима. Значит, в какой-то структуре она выполнима, а теперь возьмем для этой структуры обратно теорию. Тут уже будет много чего, не будет, в некотором смысле, максимально много чего. На самом деле, ничего добавить нельзя, в этом полнота и состоит. Ну, и значит, вот это и будет одним из возможных пополнений нашей структуры. Ну, и последнее, тоже простенькое упражнение. Теория полна и так далее, только тогда, когда две любых модели теории эквивалентные. Что значит эквивалентные? Ну, иногда мы добавляем слова элементарно-эквивалентные. Значит, множество высказываний, выполненных в одной структуре, совпадает с множеством высказываний, выполненных в другой структуре. У них одинаковая теория у этих двух структур. Ну, и отсюда, очевидно, вытекает полнота. Я уже не буду вас об этом спрашивать, ну, потому что это столь же очевидно, что и предыдущее. Вот. Ну, вот, зачем вообще нужны теории? Ну, чтобы описывать какие-то ситуации. Значит, мы выписываем систему аксиом, и желательно, чтобы эта система аксиома описывала данную структуру, данную модель. То есть, ровно в ней и были бы верны все эти утверждения из теории, только они. Ну, и следствие из них, конечно. Ну, первое, о чем нужно помнить, что вообще, как в математике, в алгебре, в логике, структуру рассматривать с точностью до изоморфизма. То есть, можно записывать натуральные числа в десятичной системе, можно в двоичной системе. Теоретически, что-то на эту тему можно придумать в римской системе счисления, можно записывать в унарной системе палочками. Но эти все системы будут изоморфны. И как математический объект, естественно, считать, что это один математический объект, одна структура, ну, вот, с точностью до изоморфизма, как мы здесь говорим. Значит, поэтому это понятно, что нам мы хотим описать неровно, что-то одно числа в десятичной системе счисления, а все, что этому изоморфно. И это такое тривиальное замечание с точки зрения для математики. Но, как мы знаем, и это тоже невозможно, потому что, если у какой-то теории имеется бесконечная модель, то дальше можно эту модель расширять до бесконечности. То есть можно сюда делать тоже модели нашей теории, но любой наперед заданной мощности. Напомню, там фокус состоял просто в том, что мы добавляли констант, сколько надо, до любой мощности. Дальше писали, что эти константы друг другу не равны. И дальше использовали теорему компактности. То есть любая конечная часть у нас имеет модель, то и все имеет модель. И в этом всем все эти константы в несчетном, скажем, количестве должны были быть различными, должны были иметь разные значения, все эти имена, ну и так далее. Вот. Поэтому и это невозможно. То есть есть принципиальные невозможности с помощью счетного языка, как часто используются математики, построить только данную модель. Если модель бесконечная. Ну, а по конечной мы говорили, тоже времени нет, я не буду об этом упоминать. Ну, давайте еще попробуем сделать задачу нетривиальной. Давайте рассмотрим, скажем, только счетные структуры. Несчетные структуры, конечно, важны и интересны. Важнейшая структура математики это действительные числа. Ну, дальше на действительных числах есть функции, множество, там будет еще большие мощности, чем несчетные. Вот. Но, тем не менее, поскольку у нас вот есть конкретные задачи, именно связанные с проблемой, вот, скажем, полноты теории, о которых мы сегодня говорим, мы будем рассматривать только счетные структуры. Ну, и тогда опять мы спрашиваем вот то, с чего я начал. Давайте рассмотрим некоторые теории, которые были построены нами в попытке сформулировать аксиомы рациональных чисел, аксиомы натуральных чисел. Ну, это было на прошлых лекциях, ну, и, естественно, тем не менее, это напомнить. Что такое, какие у нас вот здесь гамма-ку, это попытка написать систему аксиомы для рациональных чисел. Что там у нас было? Вот, ну, можно пытаться полистать в бумажке или там в мобильнике или в собственной памяти, что примерно одно и то же. Но я напомню, когда мы пытались описать рациональные числа, мы сказали, что там нету наибольшее, это порядок, линейный порядок, то есть, всякие два объекта можно сравнить, или они равны, или одно больше, другого, или меньше другого. Порядок, значит, это транзитивно, это и рефлексивно, то есть, число не меньше себя, значит, антисимметрично, то есть, не бывает, что А больше Б и Б больше А. Это общее свойство порядка линейного. Что еще про этот порядок мы говорили? Мы говорили, что это множество неограничено сверху и снизу, то есть, там нету наибольшего и наименьшего числа, но как сказать, что нет наибольшего? Ну, для всякого есть большее. Как сказать, что нет наименьшего? Для всякого есть меньшее. И еще одно свойство рациональных чисел. Давайте, если немножко вспомнили, может быть, кто-нибудь скажет, что еще было про рациональные числа? Да, 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 да. Была еще плотность, то есть, что между любыми двумя рациональными числами можно вставить еще одно число. Ну, одно, а значит, бесконечно много, потому что начнем вставлять между этими и так далее. Ну, да, рациональные числа, они так вот плотно устроены, как и действительные. Ну, там, со своей спецификой. Как раз действительные строятся, как верхние грани, скажем, рациональные. Ну, вот, значит, вот такая система аксиом была взята для рациональных чисел. Еще раз, это линейный порядок, у которого нет самого большого, самого маленького, и это плотный порядок, всегда найдется что-то между числами. Что такое натуральные числа? Какая у нас была попытка написать систему аксиом для натуральных чисел? Ну, это тоже линейный порядок, но с какими различиями? Ну, во-первых, есть наименьшее, да, во-вторых, наибольшего по-прежнему нет. А теперь, что вместо плотности мы говорим? Вместо плотности мы говорим, наоборот, что он дискретный такой порядок. Что значит дискретный? Это значит, что для каждого есть следующий, и для каждого есть предыдущий. Но предыдущий, конечно, есть не для каждого, а именно, для кого нет предыдущего. Для нуля, конечно, нет. Значит, поэтому эти утверждения дискретности формулируются так. Для каждого есть следующий, и для каждого, кроме нуля, есть предыдущий. Вот такое свойство дискретности. Там была плотность, всегда можно что-то вставить, а здесь, наоборот, нет. Никогда вставить нельзя. То есть, всегда есть такой следующий, что между ними уже ничего не вставишь. Всегда есть такой предыдущий, кроме нуля, что между ними уже ничего не вставишь. Вот такие две системы аксиом у нас были, которые были выписаны в виде формул, и, конечно, на упражнениях и на экзаменах вам нужно относительно быстро писать эти квантеры, для всякого существует и так далее, не запутываться, писать там и импликация, и все это прочее. Ну, с логическим языком вы вообще в математике должны быть знакомы, а тем паче в нашем курсе. Ну вот, это мы напомнили, что это были системы аксиом, и теперь мы займемся тем, что поймем, вот так вроде бы мы все разумно описали, а значит ли это, что мы описали с точностью доизоморфизма среди всех счетных моделей именно, скажем, рациональные числа. То есть, будем выяснять, во-первых, существуют ли неизоморфные счетные модели, и, во-вторых, являются ли эти теории полными. Это большая разница между этими двумя ситуациями. Может быть, априори, модель разная, неизоморфная, а теория, тем не менее, полна. Такая интересная ситуация, мы будем ей как раз сегодня заниматься. А другая ситуация, что все модели изоморфны, ну и тогда ясно, что теория полна, проблемы нет. Вот. Ну вот, ситуация с полнотой, с изоморфизмом для счетных моделей описывается таким понятием и термином омега категоричная. Ну, почему омега? Ну, все помнят, что омега это натуральный ряд. Ну и значит, омега категоричная, это категоричная, значит, что все счетные модели изоморфны. Ну, соответственно, можно любой другой мощи тоже это говорить. Теперь посмотрим на модели гамма-ку, то есть аксиоматики рациональных чисел. Будут ли они все изоморфны? На самом деле мы этим занимались на поза прошлой лекции. Мы выяснили, что если выполнены вот эти аксиомы, вот это конечное количество аксиом, прорациональные числа, которые мы говорили, не буду сейчас их повторять еще раз, то тогда две модели будут изоморфны. как мы это делали? Кто-нибудь помнят? Да, мы, значит, действовали таким образом. Значит, мы брали два порядка, два линейных, два плотных линейных порядка без наибольшего и наибольшего элемента, вот, и дальше мы брали любой элемент, ну, например, вот в этом самом неизвестном порядке и ставили ему в соответствие произвольно рациональное число. Ну, и дальше поступали аналогично, ну, с некоторым, конечно, проблемой, состоящей в том, что когда мы берем после этого следующее, например, берем какое-то рациональное число, куда мы должны его отобразить, какое взаимодозначенное соответствие мы устанавливаем, где мы ищем ему партнера. Ну, да, также расположенным к тому, что мы уже сделали, когда мы уже между конечными частями установили взаимодозначенное соответствие, сохраняющее порядок и появился еще один претендент, то его нужно вписать туда же, где было нужно. Например, если здесь появилось большее число, то мы сопоставляем ему больший элемент в плотном порядке. Ну, такой вот, такой челночный процесс, который используется во многих конструкциях математики, особенно математической логики. А вот теперь вопрос новый, который мы не обсуждали, кажется. А что будет, если вот левый порядок будет не плотным? Это линейный порядок, это счетное множество, линейно-упорядоченное, но, например, дискретный порядок, натуральные числа, целые числа там, или где-то он дискретный, а где-то он плотный, в общем, как у произвольный. Что дает эта конструкция? Ну, тогда получается следующее. в одну сторону мы всегда можем пойти, когда мы берем новый объект в этом неизвестном заранее, но уже данном нам множестве, то ему понятно, что сопоставят в рациональных числах. А вот рациональным числам можем не все сопоставить. Ну, тогда у нас получается просто отображение слева направо, мы можем все перебирать объекты из этого упорядоченного множества, каждому из них сопоставить рациональное число, но при этом рациональные числа еще не все будут покрыты. Но при этом мы каждый будем соблюдать взаимную назначенность, то есть, каждому объекту будем сопоставлять ровно одно рациональное число. Такое очевидное следствие всей конструкции, просто из более тонкой и красивой ситуации, когда мы ходим туда-обратно, как челнок, мы в одну сторону только отображаем, слева направо. И это будет ситуация, которая называется вложением, инъективное отображение. То есть, мы изоморфно вложили наше частично, наше линейное парадочное множество в подмножество рациональных чисел. Ну вот, в этом смысле рациональные числа, так сказать, универсальные. Взяв любой линейный порядок счетный, мы всегда можем его представить, как некоторый порядок на некоторых рациональных числах. Такое красивое и несложное теперь для вас утверждение. Вот, теперь, ну, для упоминания таких классических теорем из теории моделей, тут мы приводим такую теорему, что если есть омега-категоричная теория, у которой нет конечных моделей, то она будет полной. Ну, это тоже простое рассуждение, я не буду сейчас его воспроизводить, у нас будут более тонкие конструкции позднее, ну, просто вот, можете сами над ней подумать. Она есть, конечно, в конспекте. Вот, итак, что у нас получилось? У нас получилось, что все модели гамма-ку изоморфны. Ну, значит, конечно, гамма-ку, она полна. Это мы уже проходили, так сказать. Все, значит, ситуация с рациональными числами благополучна. Искомая цель достигнута. Мы написали систему аксиом, которые среди всех множеств с двухместным отношением выделяют в точности рациональные числа. Все модели изоморфны. Ну вот, поэтому теперь мы переходим к следующей ситуации. И вот на течение ближайшего там, часа мы рассмотрим ситуацию с натуральными числами. Итак, для натуральных чисел мы тоже постарались написать систему аксиом. Вот это самое гамма-н. Ну вот, напомним, еще раз мы про это говорили, но напомним еще раз, из чего она состоит. Вот она здесь выписана. У нас для удобства мы еще используем помимо имени для отношения двухместного мы используем еще имя для одного объекта, для нуля. Вот. Ну и вот мы ставили такой вопрос перед собой. Какие бывают модели у этой системы аксиом? Ну вот, одна из моделей это натуральные числа с порядком, а другая модель, тоже мы ее обсуждали, может быть, кто-нибудь помнит, как она устроена. Да. Мы брали натуральные числа, а потом к ним в конце, то есть больше всех их приписывали целые числа. И мы видели, что вроде бы все выполняются, все к всем выполняются, но линейный порядок да, там все будет хорошо, там вся транзитивность, рефлексивность, все. А получается дискретность да, у всех есть следующий и у всех есть предыдущий, кроме нуля. Мы добавили целые числа, и там если мы добавили еще одни натуральные, то получилось бы, что еще одного нет предыдущего, у натурального в начале второй половинки. А поскольку мы добавили еще целые числа, там у каждого есть предыдущие, кроме того нуля, который был исходным. Вот такая штука. Мы замечали, что это множество не изоморфно натуральным числом. Но в этом смысле наша система аксиом, так сказать, она провалилась, нам не удалось описать натуральные числа. Но, может быть, нам можно добавить что-нибудь еще, чтобы получились только то же натуральные числа. Может быть, наша система аксиом не полна, и просто мы чего-то забыли, чтобы вот эту ситуацию натуральные и плюс целые отличить от ситуации просто натуральные. Может быть, какую-то аксиому можно добавить. Поэтому проблема полноты этой системы аксиом, она остается, и вот этой проблемой мы и будем заниматься. Вот. Ну вот, что мы увидели? Мы увидели, что к натуральным числам еще добавилось вот какие-то еще целые числа там. Ну, не нужно особенно долго размышлять, если же мы разобрались с этой ситуацией, что можно добавить еще раз целые числа. Будут натуральные, потом целые, потом еще раз целые. Ну и, скорее всего, и это действительно так, можно быстро сообразить, что будут выполняться все наши аксиомы из гамма-Н. Все, значит, ситуация здесь понятна. Ну и вот рассмотрим теперь произвольную модель, фиксируем для нашей теории гамма-Н и возьмем два элемента. Ну вот напрашивается такое естественное определение, что мы говорим, что два элемента близки. И если от одного из них можно добежать до другого за конечное число шагов, двигаясь или все время к большему, к следующему или к предыдущему. Ну, в нашем случае, что у нас получается, вот который мы упоминали уже. Значит, от каждого натурального числа можно добежать до другого натурального числа. Даль-обратно. И отдельно для целых, от каждого можно добежать до каждого, беря следующий или предыдущий. А вот уже между ними, так сказать, не добежишь. Как в истории с Ахиллесом и Черепахой, да? Мы никогда не попадем за конечное число шагов туда. Поэтому возникает такая идея, говорить, что два элемента близки, если элементы конечные. Ну, и идея, что, во-первых, можно проверить, что вот эта самая близость, это есть отношение эквивалентности. Ну, опять-таки, с отношением эквивалентности мы постоянно имеем дело. Эквивалентность, это такое двухместное отношение, что каждый объект эквивалентен себе. Если А эквивалентно Б, то Б эквивалентно А. Ну, и транзитивность. Если А параллельно эквивалентно Б, Б параллельно С, то С параллельно А. Ну, вот, если при правильном определении эквивалентности, так сказать, может быть, не совсем школьным. Вот параллельности. Ну, вот, это понятие эквивалентности. И оказывается, это очень легко, что вот мы разбили нашу модель на классы эквивалентности. И классы эквивалентности называем красивым словом галактики. Ну, вот, аналогия с устройством Вселенной, когда, так сказать, эти галактики отделены двух от друга. Внутри нее, там, сколько-то нужно световых лет, чтобы перебежать из одной звезды к другой. Ну, а между ними уже совсем большое расстояние. Ну, вот, среди этих галактик есть одна выделенная. Это галактика, содержащая ноль. Это просто натуральные числа. Они будут в любой модели. Почему? Потому что у нас есть ноль, есть следующий за ним и так далее. Вот. А все остальные устроены как целые числа. Ну, тоже в силу наших аксиом. Опять, все это нужно аккуратно доказать. Вот. Ну, и вот очевидный вопрос, который мы уже затрагивали, это может ли быть более одной галактики. Ну, во-первых, может быть их две, потому что можно добавить еще целые числа. Ну, и во-вторых, можно добавить еще там и так далее, и так далее. Вот. Следующий вопрос такой, что между галактиками возникает порядок. А это чуть более тонкое соображение, но тоже так содержательно довольно понятное. Значит, возьмем элемент в одной галактике и возьмем другую галактику, в ней тоже возьмем элемент. Ну, раз это просто элементы двух галактик, то один меньше другого. Но дальше можно понять, не очень сложно, используя индукцию, что тогда все элементы первой галактики меньше всех элементов второй галактики. То есть, они не залезают на другую. Ну, мы так как бы и старались, но тем не менее, это надо доказать формально, используя наши аксиомы из гамма-Н. То есть, еще раз, если мы взяли один элемент и другой в двух галактиках, и этот элемент меньше того, то еще не очевидно, что все элементы первой галактики меньше всех элементов второй галактики. Что они как бы вот не зацепляются. На самом деле это так, в этом была наша идея, и можно это аккуратно доказать в несколько строчек, что галактики действительно не пересекаются, а все элементы вот. Ну, и дальше нужно проверить, что это будет линейный порядок. Что если одна галактика меньше другой, другая меньше третий, то первая меньше третий. Ну, и другие свойства линейного порядка. И это просто и не очень удивительно. Вот. А есть ли среди галактик наименьшее? Ну, да, конечно, это вот нулевая галактика, эти натуральные числа, с ними все в порядке. Ну вот. И дальше порядок на этих галактиках может быть устроен по-разному. Вот. Сейчас мы проделаем некоторые упражнения из теории моделей. Будем рассматривать другие некоторые структуры, связанные с нашим отношением порядка натуральных числа. Ну вот. Начинаем с того, что делаем такую, создаем такую структуру N+. Значит, в структуре N+, имеется отношение порядка, имеется ноль. Но, кроме того, нам удобно в эту структуру еще что-то существенное добавить. Сначала что-то менее существенное, но тоже, в общем-то, относительно важное. Это просто имена для всех натуральных чисел. Для... Числа 3. Ну и... С этим понятно. Ну, у них будут какие-то значения, зависящие от теории, которую мы рассматриваем. А кроме того, мы добавляем еще значок плюс. Ну и... Значок плюс... Это трехместное отношение. Про которое мы будем иметь в виду, что оно означает реальное сложение на натуральных числах. Значит, вот такую расширенную мы рассмотрели структуру. Это обычные натуральные числа, омега, имена для всех натуральных чисел и имя для сложения. Ну и оставили имя для порядка. Ну, мы помним, что если иметь трехместное отношение сложения, то мы можем через два определять разные дуги отношения. Ну, например, там, четырехместное отношение, что сумма трех равна четвертому. Теперь мы делаем еще следующий фокус. Мы добавляем в сигнатуру еще одно имя, там, c. Ну и мы можем, выстраивая какую-то теорию, конечно, легко написать, что там, х больше трех, это будет формула со свободной переменной х, или там, или c больше пяти. Это будет просто высказывание. Оно может быть истинно или ложно в какой-то структуре. Можем ли мы написать, что c бесконечно большой элемент? На самом деле мы добавили c, и сейчас быстро выяснится, что c у нас будет такое бесконечно большое число. Как написать, что оно бесконечно большое? Ну, можно было бы написать так. Для всякого х, c больше х. Но это не получится, потому что, а если в качестве х взять само c, значение c, тогда неверно будет, что c больше c. Да, да, совершенно верно. А в качестве одной формулы написать это не получится, но мы можем добавить, взять в счетное количество формул, где будет говориться, что c больше того, сего одного, другого, третьего и так далее. И вот теперь рассмотрим такую теорию. В эту теорию поместим, во-первых, все то, что верно про сложение и порядок натуральных чисел. И во-вторых, то, что, еще утверждение, которое было предложено. То есть утверждение о том, что c больше всех натуральных чисел, для которых есть имена. Значит, c это еще одно имя, имя объекта. И вот про этот объект бесконечное количество утверждений утверждает, бесконечное количество высказываний утверждает, что этот объект больше каждого отдельно взятого натурального числа. Ну, придумано название для него, такое техническое временное сверхбольшая теория. Ну, вот, и если взять все эти высказывания, то вопрос в том, почему они выполнимы. Вот предлагается всем присутствующим понять, почему они выполнимы. Почему эта теория выполнима? Почему у нее есть хоть какая-то модель? Напоминаю, что соображение про порядок здесь пока не будет работать, потому что у нас здесь есть еще сложение там и так далее. Вот. Значит, почему эта теория выполнима? Есть идеи? Нету сразу идей. Ну, тогда возникает подсказка. Подсказка такая. Давайте воспользуемся теоремой компактности. Посмотрим на эту историю. Вот первый кусочек, теория n+, выполнима? Ну, конечно, выполнима. Просто потому, что это теория чего-то. Вот. Мы написали наверху n+, это существующая структура, честные натуральные числа омега, честное сложение, порядок, конкретные натуральные числа, все в порядке. Она, конечно, выполнима. Это, конечно, структура существует, у нее есть теория, теория выполнима. Теперь мы к этой теории чего-то добавили. И она могла стать невыполнимой. Почему она осталась выполнимой? Прежде чем воспользоваться теоремой компактности, давайте считать, что мы добавили конечное количество утверждений, высказываний, что c больше, там, двух, c больше миллиона и так далее. Почему эта теория будет выполнимой? Ну да, значит, нужно просто придумать значение для имени c, которое больше всех этих использованных нами чисел. То есть, если среди нашего конечного числа утверждения имеется, что c больше, там, миллиарда, ну, возьмем два миллиарда или миллиард плюс один в качестве значения c. Значит, поэтому, если взять конечное число утверждений о том, что c больше чего-то, то это очевидно, как научно иногда говорить, консервативное расширение, это очевидно, что у нас модель будет. У нас есть модель просто про натуральные числа со сложением, добавили, что c больше чего-то, ну и просто возьмем, c действительно больше этого. А теперь теряем о компактности. Если любая конечная часть нашей теории выполнима, а мы только что объяснили, что она выполнима, то и вся бесконечная теория будет выполнимой. А это уже такая нетривиальная ситуация. Это значит, что мы построили, вот наша, у нее есть модель, в этой модели есть натуральные числа, есть сложение и так далее, но есть еще что-то, в этой модели есть еще какое-то c, и c бесконечно большое. И раз c бесконечно большое, то заодно есть разные другие объекты. Ну, например, есть объект 2c, ну, или c плюс c. Почему есть объект c плюс c? Вот такой замечательный вопрос. Это простой, но самый главный вопрос для дальнейшего изложения. Почему там не только одно бесконечно большое число c, но и другие? Ну, например, почему есть c плюс 1? Почему есть следующее за c число? Ну, объект, давайте говорить, число это у нас настоящее число натуральное, а там это вот объекты. Почему есть c плюс 1? Ну, да, потому что в натуральных числах, даже не потому, что аксиома, мы аксиомы здесь не писали, мы написали все утверждения, верные для натуральных чисел. Вот этот первый блок, коротенько записанный, th, в скобочках, n+, вот этот первый кусочек, обеспечивает, что все, что верно для наших обычных натуральных числах, что можно объяснить с помощью порядка и сложения, будет верно и здесь. Ну, например, в обычных натуральных числах сложение коммутативно. a плюс b равняется b плюс a. И здесь, хотя у нас модель оказалась такой большей, но поскольку в ней должны выполнены все факты, которые выполнены для натуральных чисел, там тоже должно быть, что a плюс b равняется b плюс a. То есть, например, c плюс 1 и 1 плюс c – это одно и то же. Понятно это рассуждение? Нет в нем сомнений. Вот. Значит, мы получили такую замечательную конструкцию. Мы с одной стороны взяли все факты про натуральные числа, а с другой стороны еще обеспечили существование бесконечно большого объекта. И вот для этого расширенной модели выполнено по-прежнему все то, что верно для натуральных чисел. Вот такое замечательное обстоятельство. Ну, вот мы поняли, что это выполнимо по терминам компактности. Ну и поскольку эта теория счетная, то у нее имеется счетная модель. Ну вот, которую будем называть сверхбольшой структурой. Это довольно интересная модель, вообще говоря, для сложения. И можно заниматься ее изучением. Но нас будет интересовать на самом деле только, как эта структура устроена с точки зрения порядка. Вот сейчас мы это соображение уточним. Значит, итак, если мы представим себе вот эту модель, то поскольку в ней выполнены и все аксиомы натуральных чисел, ну, то есть, в ней имеются эти самые галактики, про которые мы говорили. И теперь давайте поступим таким образом. Теперь еще одну структуру ведем. n-бесконечность. Вот, получается она таким странным способом. До этого мы взяли и добавили к порядку еще сложения, добавили существование бесконечного элемента, взяли счетную модель, а теперь давайте в этой счетной модели обратно выкинем и плюс, и все имена для натуральных чисел. Они нам сейчас не понадобятся. Ну, получилось, естественно, множество, естественно, линейно-упорядоченное. И не только линейно-упорядочное. В нем верны все вообще факты, все факты, повторяю, которые верны для натуральных чисел с порядком. Ну, потому что они входят в эту теорию. Ну, и в частности, верны все аксиомы из гамма n. Все это совершенно неудивительно. Но все это мы затеяли, как сейчас выяснится, потому что у этого самого упорядоченного множества имеются разные хорошие свойства. Вот сейчас мы будем этим заниматься. Итак, если мы возьмем вот такое множество, такой бесконечный порядок, n с бесконечности и меньше, то, как только что мы выяснили, это будет некоторой моделью теории гамма n, ну, а именно нестандартной моделью. У гамма n есть стандартная модель натуральные числа, есть вот такая разная нестандартная модель, и вот это для нас особенно важное. Сейчас выяснится, почему. Значит, мы построили модель для натуральных чисел с плюсиком и со всем остальным, потом этот плюсик выкинули и получили просто модель для гамма n. Ну, понятное дело, что эта модель не изоморфна самим натуральным числам, с порядком. Почему? Ну, уже всем понятно, там есть бесконечно большие объекты, с этим все понятно. Вот. И вот давайте займемся вопросом о том, как устроен порядок теперь. Вот это есть очень важный и интересный для нас вопрос. Значит, ну, мы знаем, что там есть наименьший элемент, что там нет наибольшего элемента, ну, просто потому, что это есть свойства, записанные в гамма n. Но есть разные другие вещи. Ну, вот, мы можем, например, спросить, может ли этот порядок быть дискретным? Вот такой, вроде бы, не очень хитрый вопрос. но давайте немножко подумаем. Значит, мы говорим о порядке между галактиками. Мы говорим сейчас о порядке не на самих элементах, а между галактиками. Ну, например, есть ли у нас наибольшая галактика? Ну, нет. Ну, вот, соображение довольно простое. Давайте, значит, возьмем галактику, содержащую С, нестандартный этот элемент, бесконечно большой, и дальше будем все добавлять и добавлять С. Значит, тогда галактика 2С это другая галактика, чем галактика для С. Почему? Просто, но не совсем тривиально. Почему галактика для 2С будет другая, чем для С? Что? Ну, да, потому что от С до 2С нельзя дойти за конечное количество шагов. Расстояние между С и 2С это бесконечное количество шагов. Вот. Значит, эти все галактики будут отдельные. Будет ли следующая галактика? Вот, если есть галактика для С, будет ли следующая галактика? Ну, первая идея такая же, это будет галактика С плюс 1. Но галактика С плюс 1 это то же самое, что галактика С. Значит, единичку не добавишь. Вот. Ну, вот, на самом деле, ну, вот, можно начать с того, есть ли наименьшее, есть ли элемент следующий за нулем? Вот, есть нулевая галактика и есть ли следующая за нулем галактика? Вот. Значит, есть нулевая, есть где-то С. Да? А найдется ли что-то между ними? Ну вот, мы шли вверх, беря 2С, а здесь, на самом деле, можно было взять половину С. А С не обязана делиться на 2. Мы взяли бесконечное число, но поэтому не сказали, оно будет четным или нечетным. Мы могли бы добавить, что у нас, скажем, четное, это тоже бы тогда работало. понятное дело. Но мы этого не добавляли. Значит, но можно взять целую часть АС пополам. И целая часть АС пополам будет меньше, чем С. Это будет галактика, которая будет меньше С. Ну вот, аккуратно все это проделав, мы поймем, что на самом деле этот порядок окажется просто плотным. Что из-за наличия этого бесконечно большого С порядок на галактиках окажется плотным. Сам порядок на объектах, он дискретный, для всякого есть следующий. А вот если мы объединим в один класс все объекты, которые близки друг к другу, получим галактики, вот эти галактики образуют плотный линейный порядок. Ну, то есть рациональные числа. Ну, можно сказать, что это множество, управляющие множество неотрицательных рациональных чисел. Ну, потому что там есть ноль, вот эта самая нулевая галактика, а дальше просто устроены как рациональные числа. Вот такой замечательный факт мы обнаружили. При этом в наших рассуждениях мы пользовались тем, что мы можем там добавлять приблизительно делить пополам и так далее. Все это можно аккуратно оформить. Но чем мы пользовались? Тем, что все факты просложения они у нас уже были записаны просложения натуральных чисел. Вот для этого мы и устроили этот фокус с добавлением плюса, а потом его выбрасыванием, чтобы все факты просложения, которые у нас есть, они оказались бы верными для наших С в наших галактиках. Значит, следующее у нас было, по-моему, понятие автоморфизма, но даже если и не было, оно нам будет очень сильно нужно в следующей лекции, а в этой лекции просто такое замечание, что автоморфизм это изоморфизм структуры на саму себя. ну вот изоморфизм целых чисел это сдвиг числа на единицу, например, упорядоченного множества целых чисел. Вот. А скажем, изоморфизм, автоморфизм сложения целых чисел это например, смена знака. Но мы сейчас заниматься этим не будем, потому что нам на самом деле понадобится только один автоморфизм, ну вернее некоторый класс автоморфизмов, который состоит в том, что если у нас есть модель гамма-н, то есть натуральные числа, за которыми какие-то идут дальше галактики, то если мы в какой-то галактике изо всех чисел вычтем единицу, то это будет автоморфизм. А автоморфизм это важная вещь, потому что не только сохраняется отношение порядка, когда мы галактику сдвигаем, но и все высказывания тоже сохраняются. Ну это мы доказывали, это такой факт совершенно тривиальный, но можно доказать, как всегда, индукция по построению формулы, что при изоморфизме или в данном случае автоморфизме значение всех формул в любом контексте сохраняется. Вот такое обстоятельство. Ну вот как раз довольно понятно, что у порядка натуральных чисел автоморфизмов нет. Ну мы никуда натуральное число передвинуть не можем. Если мы рассмотрим, мы могли бы устроить, конечно, взаимодозначенное отображение натуральных чисел на самих себя, ну переставив хотя бы ноль-единицу. Ну или любую перестановку устроив, но поскольку нам нужно сохранить порядок, автоморфизм требует сохранения отношений, отношения порядка, то нам никуда не деться. Ноль переходит в ноль при автоморфизме, дальше следующие переходят к следующие, потому что между ними ничего не надо вставить и так далее. Значит, нету автоморфизмов у натуральных чисел с порядком. А вот у бесконечных натуральных чисел с порядком автоморфизмы есть. Я только что про них говорил. Это сдвиги в любой галактике или в любом количестве галактик. Мы можем подвинуть, добавить единицу, где-то прибавить пятерку и так далее. То есть, есть самые разные автоморфизмы из-за того, что мы добавили эти самые нестандартные и бесконечные числа. То есть, от их добавления у нас возникли автоморфизмы. Вот. Следующее понятие техническое, мы уже так продвинулись больше чем наполовину в наших рассуждениях, можно сказать на три четверти, но все-таки еще нам понадобится некоторая и конструкция, и понятие, и рассуждение. Значит, мы в наших моделях, ну вот, в частности, в бесконечно натуральных числах с порядком, устроенные как натуральные, за которыми идут какие-то галактики, мы это помним. Значит, можно говорить о подструктурах. Ну, что такое подструктура? Подструктура, вы помните, это значит, что мы берем подмножество, и все имена там должны найтись, например, имя ноль в нашем случае, и все отношения там те же, которые были на большой структуре. И вот подструктура называется правильно, если она содержит галактики только целиком. Вот. Теперь такое простое утверждение. Что всякая модель для гамма-н из аморф на правильной подструктуре в бесконечных натуральных числах с порядком. Вот. Как это доказывается? Ну, на самом деле, это доказывается вот той самой конструкцией вложения упорядоченного множества в натуральные числа, в рациональные числа. Значит, мы начинаем вкладывать любое дискретное упорядоченное множество с наименьше, без наибольшего элемента в нашу систему галактик, в наше бесконечное натуральное число с порядком. Ну, и начинаем с того, что натуральным числом ставим, соответственно, натуральные числа. То есть, нулю ставим, соответственно, ноль и так далее. Ну, и дальше нам нужно будет посмотреть на галактики вот в структуре гамма-н, а мы уже знаем, что всякая модель гамма-н имеет свои галактики. И эти галактики рассмотреть упорядоченное множество всех этих галактик и отобразить его внутрь рациональных чисел. Ну, а дальше всякая галактика перейдет в галактику. Потому что, если мы всю галактику куда-то отобразили, дальше там есть вот эти самые целые числа, которые мы отображаем в целые числа. Значит, поэтому нам любую модель из гамма-н удается вложить в нашу, в качестве подструктуры туда. Значит, следующее утверждение, уже центральное утверждение в нашей конструкции, вот какое. Мы вспоминаем про элементарные расширения. И от этого нам никуда не деться. А, как мы увидим, это ключевой ход во всем рассуждении. Значит, мы доказываем, что вот наша структура бесконечных натуральных чисел является элементарным расширением любой своей правильной подструктуры. Ну, надо вспомнить, что такое элементарное расширение. Заодно можно вспомнить, что такое критерий Тарского Уотта. Речь вот о чем. О том, что у нас есть большая структура, в ней есть подструктура. И дальше утверждалось, что есть некоторое утверждение, куда входят объекты из подструктуры. Точнее, их имена. Вот его истинность в большой структуре эквивалентна его истинности в подструктуре. А доказывалось это с помощью критерий Тарского Уотта таким образом. Если для какого-то высказывания, куда входят имена из маленькой подструктуры, и еще одна переменная, найдется объект в большой структуре, найдется объект в подструктуре, для которого это высказывание будет истина. Вот такое было определение элементарной подструктуры и теорема, и критерий Тарского Уотта. Вот сейчас я его произнес. Ну и вот теперь мы будем пытаться вот это самое доказывать, что если в структуре бесконечных натуральных чисел с порядком имеется некая правильная подструктура, то есть тоже структура, в которой выполнены все утверждения гамма-Н, и с другой стороны вместе с каждым элементом содержится и вся галактика, то тогда это будет элементарное расширение. Ну вот сейчас такое ключевое уже логическое утверждение. Значит, если мы хотим воспользоваться критерием Тарского Уотта, надо рассмотреть некоторую формулу φ от АВ. А это вектор каких-то объектов из подструктуры, а В вот это как раз элемент, о котором, чтобы воспользоваться критерием Тарского Уотта, нужно доказать, что его можно взять внутри подструктуры. Значит, существует этот элемент В, для которого формула будет истина, из большой структуры, из всей нашей бесконечных натуральных чисел. А теперь мы говорим, что найдется в меньшей подструктуре. И здесь мы проделываем вот такой фокус. Можно написать такую формулу, мы ее выписывать не будем, она не особенно нам помогает, но в конспекте она, конечно, выписана. Которая означает, что среди тех В, для которых формула φ от АВ истина, есть наименьшая. Ну да, если формула такой В существует, значит, среди них в натуральных числах есть наименьшая. Вот здесь такое ключевое место. Что, какую бы мы ни взяли формулу φ, если в натуральных числах существует В такое, что φ от АВ, то среди этих В есть наименьшая. Так устроены натуральные числа. Раз так устроены натуральные числа, так должны быть устроены и наше множество. В нем все, что верно про натуральные числа, в частности, про эту конкретную формулу φ, должно быть верно. Ну а теперь мы видим, что если у нас В оказалось бы не честным натуральным числом, а каким-то бесконечно большим числом, оно лежало бы в некоторой галактике, внутри этой галактики мы могли бы его подвинуть автоморфизмом, мы снова остались бы внутри подструктуры, потому что подструктура правильная, там галактики принадлежат целиком. Ну и получили бы меньший элемент В. То есть получилось бы, что это В было не наименьшим. Значит, наименьшее В будет находиться в подструктуре. Вот такой замечательный фокус, ради которого мы тут много чего уже сделали. Ну вот, ну а теперь получилось просто следующее, что поскольку вот всякая модель гамма-Н изоморфна правильной подструктуры, мы можем ее правильно вложить, галактики целиком будут переходить туда, а с другой стороны, всякая подструктура элементарно-эквивалентна, то мы получили такой замечательный факт, что мы доказали элементарную эквивалентность, ну тут есть элементарное решение, но это уже не важно, потому что элементарное решение, из него вытекает элементарная эквивалентность. Мы доказали элементарную эквивалентность всякой модели гамма-Н и бесконечным натуральным числом с порядком. Вот такой мы получили факт, ну который уже есть, так сказать, не виден за цепочкой рассуждений, которые у нас были, но он как раз отвечает на наш первоначальный вопрос о том, полная ли у нас система аксиом гамма-Н. Значит, итак, что у нас происходило? Мы рассмотрели гамма-Ку и выяснили, что все модели гамма-Ку изоморфны. Все хорошо, мы описали рациональные числа. Давайте мы рассмотрели систему аксиом, некоторую конкретную, для гамма-Н, и выяснили, что в системе аксиом для гамма-Н есть неизоморфные модели. Это натуральные числа, приписали целые, все, неизоморфно, значит, моделей несколько. Но остался вопрос, не является ли эта теория тем не менее полной. То есть верно ли, что всякий факт или его отрицание будет следовать из гамма-Н. Могло быть так, могло быть и не так. Как я говорил, могли забыть какое-то утверждение. И вот дальше оставшаяся часть сегодняшней лекции, и эти такие трюки разнообразные были направлены только на то, чтобы доказать, что хотя модели бывают разные, но гамма-Н полная теория. То есть вот эта система, вот из этих самых пяти аксиом, к ней ничего не добавить, добавить нельзя, кроме следствия из нее. Значит, теория гамма-Н, всякое утверждение или его отрицание оказывается выполненным, следует из этой теории. Ну вот, при этом, вот у этой теории есть неизоморфные счетные модели. Ну, это значит, что все-таки вот с нашим логическим языком есть какие-то пределы того, что с ним можно сделать. Что все-таки вот описать с точностью до изоморфизма значит, не получается. Теория полная, можно было бы туда добавить просто все, но модели все равно окажутся нестандартными. Вот, это вот и есть главный результат, который мы сегодня хотели получить. Ну вот, стоит еще раз вернуться к тому, как мы его получали, к последовательности рассуждений в нашем в нашем построении. Ну вот, в частности, там был такой странный ход, который ну, действительно, уж точно сам не придумаешь. В этом смысле некоторые теоремы, которые мы говорим, нетривиальны, потому что там требовался некоторый выход за пределы того, что мы уже знаем. А именно в какой-то момент мы рассмотрели теорию, рассмотрели структуру, это натуральные числа, со сложением. Вот такой новый был объект. Дальше построили некоторую теорию. В эту теорию мы добавили все факты про натуральные числа, положили все факты про натуральные числа со сложением, и еще добавили что они бесконечно большого числа. И следующее, что мы сделали, мы посмотрели, как устроены модели этой теории, и выяснили, что с точки зрения порядка они устроены как раз одинаково. Это натуральные числа, за которыми следует галактика, расположенные как рациональные числа. Все, больше ничего не бывает. При этом, как структура со сложением, они могут быть устроены очень по-разному. Это сама по себе интересная задача, как устроено сложение. Когда есть бесконечно большое число, тоже можно с этим продвинуться, там выясняются разные, есть незаморфные совсем вещи, есть там, может быть, это число в квадрате. Оно будет больше всех чисел, там, в общем, эти нестандартные модели для альфметики сложения уже вещь довольно нетривиальная, интересная, там, им занимаются по-прежнему разные люди. Но, с точки зрения порядка, эта модель устроена, она одна, она устроена очень просто. Устроена, вот, как рациональные числа, за этим, идущие за этим. Дальше мы попытались вложить в эту одну модель всякие другие модели теории гамма-Н с порядком. Таких моделей много, но тут нам помогает то, что, как мы заметили отдельно, всякое линейное упорядочное множество, счетное, можно вложить в рациональные числа. Ага, все вроде бы складывается. Смотрите, у нас есть любая модель гамма-Н, там есть галактики, галактики линейно упорядоченные, ага, давайте эти галактики вложим просто в наши рациональные галактики упорядоченные, как рациональные числа. Вложили. Ну, там есть дыры, как мы уже говорили, может быть, вообще, как тоже упоминалась эта галактика, только одна, просто натуральные, плюс целые, все, больше ничего нет. Ну, тогда так они и вложатся в рациональные числа, это одна галактика перейдет в ноль, а вторая галактика перейдет там в первую галактику в рациональных числах, в галактику, скажем, С, или С, там, пополам, или С делить на 3, или что-нибудь такое. Все вложилось в две, ровно в две галактики. Но дальше такой замечательный факт, что это вложение, если оно будет, галактика приходит в галактику, такое правильное вложение, то тогда оказывается, что это будет элементарное вложение. То есть, что вся логика, которая верна в нашей большой структуре, она будет верна и в маленькой, то есть, что они элементарно эквивалентны. И это нам, собственно, и было нужно, что вот любая структура окажется элементарно эквивалентной вот той большой универсальной структуре, где есть рациональные числа, как структура галактик. И вот, чтобы это доказать, мы устроили опять такой трюк. Мы взяли любую формулу, и для того, чтобы найти в маленькой структуре, выполняющей эту формулу, объект, мы воспользовались тем, что в большой структуре есть автоморфизмы, которые бы не позволили этому объекту быть минимальным. Мы бы его начали двигать. Значит, мы получили вот утверждение об элементарном расширении. Ну вот, собственно, это все наше рассуждение. Ну вот, я в основном тут говорил, хотя время от времени вот спасибо тем, кто пытается весь наш курс отследить. Есть ли какие-то еще вопросы? Вот что-то может быть непонятно в этой долгой истории? Это, наверное, наиболее такая многоходовая история с разнообразными техниками. Ну и вот с одной стороны она отвечает на понятные естественные вопросы про то, вот, бывает ли полная теория, но не категоричная, у которой есть неизоморфные модели. С другой стороны, иллюстрирует некоторую технику теории моделей, в частности, использование теоремокомпактности. Ну, с третьей дает представление вот о том, как бывает вот с нестандартными моделями, с нестандартными объектами. На самом деле есть такая часть математики, математической логики, которая называется нестандартный анализ. Нестандартный анализ возник вот откуда. Ну вот, в классических трудах там, Ньютона, Лебница и других великих математиков, ну и Эйлера в какой-то степени, фигуровали объекты, которые называются бесконечно малые и бесконечно большие. И вот они с этими бесконечно малыми и бесконечно большими объектами обходились с одной стороны как с числами, а с другой как с чем-то действительно бесконечно малым, меньше любого числа. Так что такое было слово флюксия замечательное. Давайте возьмем, они говорят, возьмем бесконечно малое альфа. Добавим альфа к числу х. Возьмем функцию х квадрат в точке х плюс альфа. Вычтем значение функции в числе х. Поделим на альфа. Получим производную. Вот такая возникала история. Но сегодня это делается иначе, там вот с помощью эпсилон, дельт, или с помощью пределов, последов, и так далее. А тогда люди поступали просто. Они говорили, возьмем бесконечно малое и добавим. Вот. Ну и потом получилось так. Со времен Ньютона и Лебница математики придумали другой подход, определили точно, что такое действительные числа, а у Ньютона и Лебница не было точно этого представления. Вели пределы, вели эпсилон, дельта, ну и не всем стало этого понятнее. некоторым казалось, что понятнее все-таки бесконечно малыми. Ну вот, в какой-то момент логики, там, Абахал Робинсон придумали, что на самом деле можно корректно объяснить, что такое бесконечно большие и бесконечно малые числа. И дальше действительно построить вот анализ, так сказать, более интуитивно непонятным. Даже мы рассказывали это иногда студентам филологического факультета. Вот этот нестандартный анализ, как нужно обходиться с этими бесконечно малыми, бесконечно большими, как с реальными объектами в нашей структуре. Ну, казалось бы, удивительно, где там можно в действительные числа еще встроить бесконечно малое число. Ну вот, тем не менее, вот сегодня мы как раз занимались некоторым представлением о том, что в натуральные числа тоже ничего встроить нельзя. На самом деле можно, можно использовать термокомпактности, вот, добавить сюда бесконечно большое, и свойства останутся те же самыми. Ну вот, поэтому свойствами этого нестандартного анализа, который там имеется, они оказываются в точности как обычных действительных чисел, обычных действительно значных функций, но при этом вот можно рассуждать про эти самые бесконечно малые объекты. Ну, там получились даже некоторые интересные факты, немного, но все-таки получились относящиеся вот к этой ситуации с нестандартным анализом. Ну вот, а сегодня мы занимались таким примером нестандартной арифметики, ну, в основном арифметики порядка, немножко арифметики сложения, ну, более сложных нестандартных структур мы рассматривать не будем. Ну вот, значит, что сегодня было? Значит, у нас мы вспомнили, что такое полные теории, вот, это те, из которых следует для всякого высказания, следует ли оно или его отрицание, потом занялись двумя теориями. Сначала теории, которая была просто система аксиомы для рациональных чисел, и выяснили, что она не только полная, но даже она такая категоричная, то есть, что все модели для этих там пяти, шести скольких аксиом, это будут в точности рациональные числа, если они счетные, источность до изоморфизма. Вот, и это вытекало просто из того, что мы этот изоморфизм построили. Не заботитесь даже особенно о логике, просто мы заботились о том, чтобы те логические высказывания, которые нам нужны были аксиомы, они у нас вошли бы в список. Если что-то не вошло, мы должны были бы это добавить. Но изоморфизм мы доказали. По ходу доказательства изоморфизма мы обнаружили еще замечательный факт, что вообще любое счетное управляющенное множество можно изоморфно вложить в рациональные числа. Такой короларий из нашего рассуждения. И после этого мы начали заниматься уже следующей историей, когда у нас имеется другая теория, теория дискретного порядка, с наименьшим без наибольшего. То есть то, что возникло из рассмотрения натуральных чисел. Ну, довольно быстро мы заметили и даже замечали это еще раньше, что там есть не изоморфные модели. Она не омега категорична. Ну и дальше мы взялись более тонким вопросом. А не может ли она все-таки быть полной? И вот мы доказали, что она будет полной. Что всякий факт действительно вытекает из этих аксиом. Во всякой модели он будет тверен или будет ложен. Ну вот для того, чтобы это установить, мы стали рассматривать самые разные модели для теории порядка натуральных чисел. Выяснили, что в этих моделях есть галактики. Мы устроены как целые числа, и одна галактика устроена как натуральные числа. Но они разные, они могут быть неизоморфными. Дальше мы рассмотрели дополнительную структуру, мы добавили к натуральным числам сложения, и поняли, что там с точки зрения порядка все модели натуральных числа со сложением это галактики устроены как устроены порядок рациональных чисел. Все, значит, мы с этим разобрались, и дальше мы вспомнили, что мы умеем вкладывать любые порядки, и мы вложили любую модель порядка натуральных чисел в эту нашу одну модель. А дальше мы доказали, что они будут элементарно эквивалентны. Для этого мы доказали даже более сильный факт, что там будет элементарное расширение. Для качества элементарного расширения мы взяли любую формулу, взяли наименьший элемент, где она не выполняется, где она выполняется, и оказалось, что этот наименьший элемент обязательно лежит в подструктуре. Ну вот так была устроена сегодняшняя лекция. Все, спасибо большое.